Иглесиас, 8 глава, 17 стих. Иглесиас, 9 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 глава, 17 стих. Бог же Всемогущий, Он своих детей любит. Вызовом буквально через полчаса пришли облака и лимий до самого конца дня был. Потом уже говорят, слушай, ты отмени этот дождь, я говорю, слушайте, вы какие-то непостоянные, вам кто отмени, кто не отмени. Играли в футбол с реабилитационным центром, недалеко в поле, и там как раз в воскресенье собралось много людей, неверующих, речушка тонкая, небольшая барнаука. И вот они отдыхают, и в это время, времени самое жаркое было, начинается дождь. Я вижу, что я единственный, кто на машине приехал, я могу спрятаться в этой машине, ну и у меня там какая-то одежонка есть, но не на 20 человек реабилитантов. Они все пришли в маечку, а тут подумал ледяной ветер, такое дождино, и они уже не знают, что там под эти сосны встали, такое дождино. Ну, вижу, что простынут люди, и я громко командую во имя Иисуса Христа, все тучи разобьтесь, дождь прекратись и так далее. И в это время, пастор передовой крутой церкви, новое поколение, кричит через поле мне. Некоторые служители христианские ведут себя так, что потом перед неверующими стыдно становится. Ну, типа, что ты болтаешь, ты видишь, какой ветер, какой дождь, разве это возможно? Три-четыре минуты всего прошло, это свидетельство было записано, это видели кучи людей. Все тучи разошлись, дождь прекратился и выглянуло солнышко. Таких свидетельств я на рыбалке сколько угодно видел. Потому что, ну, на рыбалке если шторм, то все, ни о какой рыбалке речи не может быть. Но не хочу злоупотреблять введением, я последнее свидетельство. Да, сынку сильно нравится торнадо. Даже в Техас хочет ради торнадо. И первый раз, когда он молился, чтобы сверчи были, вы помните, я уже свидетельствовал. К сожалению, потом, значит, хотя в Москве, я не знаю, были, не были сверчи, но по-моему, в Московской области были. Но в Москве, вы знаете, что 300 человек попали в больницу, двое, это первое было объявление, умерли. И 700 машин побито. И я сыну сказал, ты так больше не молился, так нельзя молиться. Ты же видишь, тебе развлечение, а люди как пострадали. Тут он снова не угомонился, молился. Объявляет шторм, урадан, ливневый дождь. Вы все свидетели этого. Вот только что. Сколько? Два дня? Позавчера. Я думаю, нет, все много так нет. А причем сказали, что впервые по Московской области будет, ну, в общем, интенсивная сверчь. При этом показали в Казани, или где-то в том регионе, значит, было, ну, только эта волна идет, было 7 сверчей. На видео, в интернете вы наверняка найдете. И он радовался, о, наконец, эти сверчи придут к нам. А у нас тут, вы знаете, взять ему плохо, но спать с ребенком, с маленьким. И Наталья пришла идея поставить палату, тенп. Мы поставили тенп, но, конечно, тенп, он не против ливня и не против сверчей. Ну, может быть, сильно дорогой вы купили, а мы дешевый не купили. Понятно, что его более-менее даже не сильным ветром вскует, и дождь промочит. А я рассуждаю с Господом. С одной стороны, хорошо, что мой сын радуется. Дождь, он любит сильно дождь, он вызывал дождь, и у него получалось. И дождь – это благословение, но вы сами понимаете, сколько времени жара. Все уже возмущаются, потому что урожай губится. Вот, все в этом году зашел позавчера саженцы купить. Мне говорят, что вы жалуетесь, у всех, у всех все вянет. То есть у всех жара сгубила урожай. А у меня так хорошо в этом году салаты поднимались. Как свидетельство, вот я принес целый пучок крест-салата, можете домой забрать его. А все остальное не выдержало. Еще дыня там развивается интенсивно. И вот, что делать? Дождь от меня нельзя. Иначе без урожая Россия остается. Нельзя. А ураган не нужен. Палатку снесет, порвет. Смерчи не нужны. Могут люди пострадать, машины пострадают, деревья будут падать. И так далее. Я молюсь, Господи, пусть ливень будет какой хочешь. Негатив больше. Даже сильный еще лучше, чтобы палила все паля. Но, пожалуйста, вот здесь в апарихе. Убери ураган. И он убрал у нас в апарихе ураган. Вокруг блюд. У нас в апарихе не было. Вообще ветра не было. Штиль стоял. Просто штиль. А я сначала думаю, надо быть на готове. Уж за день у Натальи спрашивают, как там эту палату-то быстро свалить, чтобы ее не сорвало, не порвало. Она же так, как говорят, извините, на соплях висит. А потом говорю, нет, нет. Если я верю, значит нет. Ничего я не буду ни срывать, ни убирать. И палатка устроена. Штиль. Никакого, даже сильного, даже не очень сильного ветра не было. Вообще. Все довольны, все смиются. Господь благо. И если мы твердо стоим, верим. И эта вера действует любовью. Я не руководствовался, как раньше, тем, что ну, это же и палатку промочит мне, и сорвет еще, не дай его, порвет, и так далее, и так подобное. Нет. Я рассутал с Господом о вере в любви. Уважай нужен ли? В России нужен ли? Уважай. Конечно. Сорвет, порвет кого-то где-то там. Опять деревья будут падать, машины бить, деревья будут, ну, жалко же и деревья даже, не только машины, и люди, и так далее. Вот это правильное рассуждение в любви. Вера, действующая любовью. И сын Ху написал. Сынок, ты извини меня, но смерч я от меня. Он пишет. Окей. Будьте благословены.